...ископаемых, жилищное строительство, так как идет речь о большой реновации жилья. Это туризм, ну и мы ставим такой фактор, как оленеводство, так как коренные народы так или иначе занимаются этим вопросом. Обращение стыкового в районах первого типа расселения, да, соответственно, вот, что у нас есть по РСО, что у источников образования и какие возможности есть в классическом варианте обращения стыкового. Категория арктических территорий по условиям обращения стыкового, соответственно, это также все в классике промышленные центры, центры ресурсного недропользования, связанные с крупными населенными пунктами, где возможен раздельный сбор, вывоз для переработки в качестве ВМР термической переработки в энергетических целях, и арктические поселки, населенные пункты с невысокой численностью, сложной транспортной схемой, где нет серьезных производственных мощностей, упрощенные схемы энергообеспечения, и здесь у нас начинаются проблемы с ВМР, с термической переработкой, ну и в целом даже со сборов. Ну и качевые народы, проблема сбора и вывоза качевого мусора с территории арктической тундры. Проблема реализации проекта – малонаселенность, низкая плотность населения, недоступность инфраструктуры, обращение с отходами для коренных народов, арктическая зона занимает более половиной территории, экстремальные природно-климатические условия и особенности географического положения, сложность транспортной инфраструктуры. На этом прям хочу тоже сделать отдельный акцент. Это очень серьезный, лимитирующий фактор, который касается инфраструктуры, транспортной инфраструктуры. То, что в настоящий момент отходы весьма сложно отсюда каким-то образом вывозить, в том числе отходы после обработки, находящиеся на какой-то стадии их переработки, так как стоимость даже в рамках обратного фрахта по Енисею пока экономически не просматривается. И здесь поэтому как раз циклическая экономика. Здесь просто статистика по количеству и морфологии отходов. У нас пока не получилось получить полный объем информации по 2ТП. И сделаны соответствующие запросы по распоряжению надзора. Важность выбранного направления продиктована, конечно же, экономикой замкнутого цикла и с G-повесткой. Эти вопросы находятся на контроле правительства, и они так или иначе прошиты в КПА и губернаторов. Создание инфраструктуры для локализации отдельных видов производства в Норильске. Обеспечение условий трансфера технологий и компетенций. Об этом будет очень большой диалог и сегодня, и завтра. Ну и, конечно же, это государственная повестка. Объективные ограничения. Я о них уже говорил и буду повторяться. Предложение, конечно же, это создание экономически эффективной модели по обращению с отходами. Организация пунктов раздельного сбора. В том числе, они должны быть удобны и для кочевых народов. Создание технопарка замкнутого цикла, который будет включать в себя классические все участки, обработки, утилизации, обезвлежения. В том числе, частичное размещение хвостов. В целом, ситуация по технопаркам и технопаркам в России выглядит следующим образом. Она представлена на слайде. Мы видим, что максимальное количество – это европейская часть, ПФО, частично Урал и немного Кавказ. Территория Сибири значительно уменьшается количество технопарков и на Дальнем Востоке они практически уже не представлены. Комплексная схема экотехнопарка представлена на этом слайде. Это обобщенный такой слайд, который зашивает действующие предприятия Скандинавии и Европы, где есть максимально полный цикл. Это очень дорогое предприятие. Те предприятия, которые построены, в частности, в Швеции, Финляндии, Германии и Швейцарии, но они даже в Европе выглядят в каких-то астрономических суммах, но они очень эффективно работают в вариантах циклической экономики. Это предварительная блок-схема потенциального аналитского экотехнопарка. Мы тоже здесь прописываем все классические варианты жизненного цикла материалов, отходов, которые образуются на территории Норильской промышленной зоны и в целом на полуострове, опять же, с учетом действующего настики. Участники экотехнопарка правительства Красноярского края, администрация Норильска, это Норильский никель, это потенциально управляющая компания экотехнопарка, резиденты и региональный оператор, который занимается управлением ТКО. Агентство развития Норильска подобрало пока предварительный земельный участок. Мы завтра его по возможности посетим, посмотрим, как он выглядит на местности, что с инфраструктурой, инженеркой, которая находится непосредственно в близости, и по возможности инфраструктурного подключения. Мы провели анализ российских технологий, что особенно актуально после февраля текущего года, с учетом импортозамещения. Мы сделали запросы пяти основным производителям оборудования, и они сейчас производят расчет стоимости оборудования для наполнения экотехнопарка в Норильске и сроком его возможного изготовления. Сразу же ряд производителей российских оборудований сказал, что пока все сроки двигаются вправо, потому что им нужно импортозаместить порядка 30% комплектующих. Но это реалии сегодняшнего дня. Тем не менее, производители, которые могут наполнить и сделать комплект всего технологического комплекса потенциального экотехнопарка, они все есть на территории российской оборудования. Ну и кратко презентация этой работы. У нас и обсуждение уже прошло на площадке ТПП РФ, где две недели назад прошел круглый стол. Вопросы создания эффективной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в арктической зоне РФ. Я докладывал там руководству торгово-промышленной палаты о том, как мы двигаемся по этому проекту. И есть поддержка этого проекта. И они готовы направить соответствующие письма в правительство РФ на том этапе, когда это нужно будет и будет уже важно. И также буквально на прошедшем неделю назад форуме экология, на панельной сессии мусорная реформа, как совершить инфраструктурный прорыв, также было выступление, которое касалось экотехнопарка в Норильске и тех лимитирующих факторов, которые я обозначил выше. Текущая точка сборки – это уточнение всех технологических вопросов, это работа с потенциальными резидентами из числа предпринимателей Норильска, определение земельного участка необходимой инженерной инфраструктуры, утверждение схемы землепользования, проработка согласования дальнейшей дорожной карты и работа уже конкретно низовая, которая касается непосредственно морфологии объема и сегментации отходов, и в том числе работа, очень важная работа с населением. И мы посвятим завтра отдельный круглый стол этому вопросу, еще раз для того, чтобы все группы социальные, возрастные разделяли вот эту целесообразность и необходимость реализации такого большого проекта в Норильске и для чего он нужен. Спасибо, закончил. Спасибо, Дмитрий. Вы не уходите, пожалуйста, я позадаю вам немного вопросов. Первый, наверное, такой, что справедливости ради, те земельные участки, которые вы показывали, это очень важно действительно сейчас определиться с локализацией, потому что много работы, связанной с оценкой по инфраструктурной части и по, ну, просто физически надо понимать, где-то там объект будет размещаться, чтобы всю эту логистику считать. Но мы когда взаимодействовали с бизнесом, вот этот участок показывали как возможный, но при этом были еще мнения, что нужны еще некие точки, да, там, в районе Таламах, в районе Кэрхан, как отдельные пункты, могут ли они рассматриваться в системе единого технопарка как инфраструктурный элемент, это первый момент. Второй момент, все-таки сжигать, утилизировать, перерабатывая, да, вот в целом в этих конфигурациях, какой вы видите сейчас ответ, да, потому что на некоторые там утверждения, что есть простые варианты, да, давайте будем сжигать, и есть противодействия, да, но обоснованные с технической точки зрения. Тут где-то баланс, собственно, интересов, то есть первый вопрос, я понимаю, уже нагрузил, наверное, много, но повторюсь, первое, это все-таки, как быть с инфраструктурой, да, которая касается других наших отдаленных районов, может ли она в комплексе смотреть, как технопарк. Второе, я знаю, что есть задачи по полигонам, да, и этот технопарк, обычно в технопарковых структурах полигон как элемент не считается, да, элементом. Соответственно, меры поддержки этого блока, он тоже как бы, ну, выходит в сторону. Так резюмирую, да, локации, точки дополнительные, и что с инфраструктурными объектами, и там полигоны этой истории. Да, давайте я, наверное, с конца тогда начну, да, что касается энергетической утилизации. Энергетическая утилизация, наверное, может рассматриваться только в том смысле, когда все остальные способы работы с каким-то конкретным объемом и отходом уже исчерпаны. Добавлять здесь так или иначе выбросы загрязняющих веществ атмосферный воздух, но это малоцелесообразно, да, с учетом того, что Норильска и так находится в зоне риска, да, в городах с высокой степенью загрязнения атмосферного воздуха. Что касается вопросов локализации экотехнопарка. Экотехнопарк может быть реализован как в виде единого кластера, таких примеров большинство, да, так и он может обладать мульти-кластерностью и состоять из нескольких территориальных участков. Здесь все вопрос в логистике и вопрос в экономической эффективности, да. То есть если у нас плечо будет, скажем так, поедать ресурсы экотехнопарка и его резидентов, то будет вариант или один, или другой, да, поэтому, наверное, надо сейчас посмотреть все возможности. Если есть три варианта, то сравнить все три варианта, да, как они могут выглядеть в едином кластере либо в смежных кластерах, тем не менее связанных производственными цепочками, да. И вопрос был полигон. Полигон, да, полигон. Полигон – это не экотехнопарк, однозначно, да. И полигон, работа с накопленным ущербом для Норильска, конечно, это суперважная проблема, с учетом того, что подходы нагружены на вечно мертвые грунты. И, как уже отметили большинство выступающих, у нас Арктика, конкретно Ямал, Таймыр и север Якутии разогревается в два с половиной раза быстрее, чем остальная часть России. Фигурально выражаясь, именно разогревается. То есть, и это говорит в пользу того, что дальнейшая нагрузка отходами на зону вечно мертвых грунтов, которые рано или поздно у нас верхний горизонт начнет серьезно таять, да, то нам эти проблемы в дальнейшем, работы с этими отходами, они могут вывести в гораздо большие затраты денежные, да, для того, чтобы, скажем так, чем их вот на цепочке работы Экотехнопарка обработать, переработать там по максимуму, да. Еще можно несколько вопросов. Вот в ходе разговоров с предпринимателями обсуждения таких узких вопросов складывается такое впечатление, что, ну, вот приезжает там группа инвестра, говорят, мы им рассказываем то, что мы сделаем нафтологию, ну, там, будем оценивать актуальные данные и так далее, ну, вот, и при этом обращают внимание, что вы, как будто бы можете считать, но мы, как предприниматели, чувствуем, что вот история с переработкой ТКО здесь на месте, просто она там заведомо, как бы, убыточная для бизнеса. И говорят о том, что эффективная эта история, или, скажем, технопарк, может стать только в случае, если решения вопроса будут комплексными, то есть, когда бизнес может заниматься параллельно и как основным блоком, да, там, по-текому, таки работать по промышленным отходам, это вот будет делать экономика. Вот в тех существующих нормативно-правовых рамках, которые сегодня существуют, мы этот механизм, он вообще возможен, не знаю, может быть, или к вам вопрос, потом Анна Владимировна, дополню, пока вы вносите, что называется, вслух. Действующая нормативка федеральная, которая касается мер государственной поддержки экотехнопарков, это все укладывается в данные меры в полном объеме. Я не вижу здесь никаких противоречий, либо проблем. Ну, то есть, схему нужно экотехнопарк рассматривать комбинированно? А, в этой части, конечно, да. То есть, опять же, экотехнопарк, это не просто такого, конечно же. Хорошо, спасибо. Ну, мы толком вопроса-ответа доберемся тогда еще. Я хочу тогда передать слово Ане Владимировне. Мы понимаем, что такая бы у нас концепция не получилась. Она, собственно, разрабатывается не только для города, но это и, ну, что называется, некие пошаговые инструкции, рекомендации, в том числе и для работы с вашим министерством, работы с законодательными органами власти и правительством Красноярского края. Вот, в рамках этих больших задач можете обозначить, собственно, как вы видите, взаимодействие участников, ну, и то, чем ваша сторона могла бы помочь этому большому движению, может, ну, или возглавить его, не знаю, скажите. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня хорошо слышно? Можно? Да, даже на что, пожалуйста. Да? Такое ощущение, что без микрофона я говорю. Хорошо слышно. На самом деле, Министерство экологии курирует к своему основная задача твердой коммунальной отходы, тарифорегулированной деятельности, то, о чем вы говорили сразу, почти далеко не будем уходить и на вопрос на вашу отвечу, дополним этот ответ. В рамках создания экотехнопарков то же, что касается твердых коммунальных отходов и тарифорегулированной деятельности, это одно направление. Здесь непосредственно будет участие и государства, и тарифной политики. То есть это работа в процессе с бюджетными направлениями. Дополнительно ничего не препятствует тому, чтобы создавать экотехнопарки и на этих экотехнопарках устанавливать любые объекты переработки, так что так и промышленные. То есть это просто указывается, например, в конституционных соглашениях, но деятельность это как бы разделяется внутри, без юридических некоторых моментов. То есть это не один будет комплексный документ, отдельно будет документ, например, на создание, что касается переработки твердокоммунальных отходов, а отдельно это уже там промышленная, дополнительная переработка. Тарифорегулированной и тарифорегулированной культуры. Она разбивается. Но в комплексе этот объект должен быть единый. То есть на единой территории должен быть единый цикл. От этого мы никак уйти, конечно же, не можем. Огромная проблема у нас состоит с тем, что все на проблематике сильно останавливаться не будут. Большой процент у нас захоранивается все-таки отходов. Несмотря на то, что 40% у нас отходов в край, такового я имею ввиду, сортируется, процент вот этой выборки, сортировки полезных фракций не очень большой. Это говорит о том, что нет, параллельно не ведется, параллельная работа не достаточно большой ведется. по внедрению раздельного сбора. Мы все прекрасно понимаем, что это обязательно нужно. И раздельный сбор, и каких-то партий. Одно из другого существовать не может. Потому что все эти полезные фракции, когда они, так сказать, в водовом среде, это там, как качество МР, ну, слишком падает, очень падает, когда нет раздельного сбора. Поэтому это параллельная работа, работа вне раздельного сбора и создание каких-то парков. Таким образом, мы, я думаю, я уверена, когда-нибудь придем к тому, что у нас будет минимальный процент захоронения на полигонах, максимально мы будем перерабатывать отходы, сортировать. Для этого, конечно, приехали сюда. И в том числе без частных инвестиций. Это невозможно. То есть самостоятельно, в рамках государственного регулирования это сделать невозможно. Это 100%. Все варианты рассматривали. Должен быть частный бизнес, должно быть заинтересованность. Должен быть акотехнопарк. Можно вопросы ставить? Или вы еще? Да, я не буду долго говорить. Я могу бесконечно, конечно, рассказывать. Про коммунальный отход лучше. Но вопросы отвечают. Вот смотрите, мы с Федором Дмитрием затронули вопрос, что, вероятно, эта схема некая комбинированная. И это тут же приводит нас, что называется, к вопросу, есть ли эта схема комбинированная. И сейчас по текущим договорам частью задач занимается региональный оператор. И он уже, по сути, выступает стороной, которая может осуществлять, и должна осуществлять инвестиции в проекты. Как тогда второй стороне заходить, условно, как вы говорите, инвестором, мы рассматриваем со стороны частных инвесторов, предлагаем им разные схемы взаимодействия. Вот при существующем, действующем региональном операторе, как вот возможно бизнес-другой вписывать в эту историю технопарка. Даже если мы находим там какие-то средства, нам нужно понимать, как реализовывать этот технопарк, кто будет условно управлять, какая роль регионального оператора, как вы будете в этой схеме работать. Организовывать может кто угодно. Региональный оператор в первую очередь осуществляет вывоз четвертых коммунальных отходов, и нигде не прописана его обязанность после создания каких-то объектов. То есть создавать объекты может диагронично отличить в любое, любая инициатива возможна. У регионального оператора не всегда есть столько возможностей для создания этих коммунальных отходов, поэтому это не региональный оператор, это любой оператор по обращению с подходами. То есть региональный оператор – это не ключевой участник? Это не ключевой участник. Он в системе участвует в выполнении своих функций. Правильно, да? Да. Тогда сразу вопрос. Мы можем быть уверены в том, что региональный оператор будет все-таки взаимодействовать с системой Экопарка, потому что по-другому это не получится. Я бы сказал, что он не ключевой, потому что раз он вывозит, то он вывозит тоже куда. Вот какие-то инструменты есть, но скажет региональный оператор – не хочу, я его положу на полигуру, но мне достаточно. Инструменты есть. То есть в первую очередь этот объект должен быть включен в территориальную схему. Если он есть в территориальной схеме, то договор о намерениях, тарифные регулирования,